Прославляют страну разные люди, педагоги, писатели, строители и художники. И для этого выдающиеся успехи совсем не обязательны. Главное любить выбранное дело и выполнять его с полной отдачей. Наш следующий репортаж посвящен медицинскому работнику, хирургу из Тебаканской больницы Светлана Денисовна Васильева, врач с полувековым стажем. В этом году отметила собственное 80-летие, причем на трудовом посту. И лишь недавно вышла на заслуженный отдых. О предназначении служить людям наш следующий материал. Светлана Денисовна спешит показать нам большой арсенал личных фотографий. Черно-белых в нем немалая доля, все из прошлого столетия. Вот студенческие годы, 60-е. Светлана грызет гранит науки в стенах Красноярского медицинского института. Туда поступила после окончания школы только через два года. А пока работала в своем будущем альмаматор, лаборантом на кафедре факультетской хирургии. И в хирургию влюбилась настолько, что отдала ей многие десятилетия. И трепанации черепа делали при травмах, и трахеостомы накладывали. Рушная полость, это 100% все там делали. На грудной клетке оперировали травму только. Ушивали ранение легкого, ранение сердца даже ушивать приходилось. И все это в селе, в Устебаканской больнице. Здесь проработала 55 лет. Эту юбилейную трудовую дату Светлана Васильева отметила в текущем году. Одновременно и личный юбилей исполнилось 80. За полвека сменила несколько должностей. Была хирургом в стационаре, вела амбулаторные приемы, заведовала поликлиникой, удостоена звания заслуженного врача Хакасии. Мне интересно было работать. Мне кажется, я работала больше, чем семье отдавала. Потому что поначалу и весь район мы обслуживали, ездили. Да сейчас везде машины для больных везут по скорой помощи. Как-то уже наши доктора не выезжают. А день и ночь. А раньше прям выезжали, да? Прямо выезжали, оперировали даже на местах. Вот если теперешним своим умом, может быть, я бы или в хирургию не пошла, или если бы пошла, может быть, семьи не имела. Женщине хирургом быть, иметь семью и детей очень тяжело. В середине 90-х получила квалификацию онколога. Вспоминает, врачи такого профиля тогда были в дефиците. А болеющих много. Эти кадры мы сделали в минувшем апреле. Светлана Денисовна, как обычно, на трудовом посту, внимательно к пациентам, тактично с коллегами. Молодёжь обращалась за консультацией, и Светлана Васильева, как наставник, без остатка передавала багаж знаний. А ещё делилась интересными историями из докторской жизни. У нас был мальчик один, три годика, как помню ему сейчас. Он уже когда стал поправляться, бегал по коридору. И всегда меня называл Сметана Денисеевна. И вот однажды я в военкомате на призывной комиссии работала много лет. Ну, сижу, пишу, слышу, росту пишу Сметану Денисеевну. У меня такой голос, я что-то пешила. Потом посмотрела, боже мой. Тот самый? Вот этот был, пришёл в военкомат. А в июле Светлана Васильева всё же решила уйти на заслуженный отдых. Говорит, если бы здоровье не подвело, можно было бы и ещё поработать. Уходить было тяжело, конечно. Дети были только за, чтобы я уходила. На работе я вроде бы как жила. А вот сейчас неинтересно. Вот сижу дома, вот только внуки. Моя радость, и всё. Внуков четверо, двое сыновей, есть и ещё родственники. Большая семья собирается вместе каждые выходные. Я рада, что мне досталась такая прекрасная и удивительная бабушка, которая во всём мне помогает. И я не расстраиваюсь, если я чего-то не смогу сделать. Я прихожу бабушке, она мне всё объясняет, я понимаю и сама делаю. Я также хочу спасти много людей, как бабушка, помочь им. Я просто хочу, чтобы люди были здоровыми, красивыми и добрыми. Пятиклассница Вероника твёрдо решила, тоже станет врачом. А старшая внучка Светланы Денисовны уже продолжает профессию бабушки. Учится в ординатуре по специальности неврология. Будущий доктор, педиатр и племянница, а значит семейная медицинская династия Васильевых растёт. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Субтитры создавал DimaTorzok